МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Вести Хакасия. События недели в студии Алексея Гончаренко. В этом выпуске. Домой возвращаются жители республики, прошедшие испытания с Сахалином. Говорят, невыплата заработанных денег на острове дело обычное. Там трудится почти вся Россия, а за своих вступилась только Хакасия. Ни Белгородская область, ни еврейская. То есть никакой информации они не выдавали и не поддерживали своих сограждан. Обстановка с газом в республике накаляется. Им пользуются в регионе 100 тысяч человек. Вопрос не в поставках, а в безопасности. Обслуживать оборудование некому. Кое-где снабжение приостановлено, вход идут электроплиты и уже запахло паленым. Когда все подключали, я думаю, что это газа пахнет проводкой. Растущие цены. Больше всего в сентябре подорожала сельхозпродукция, нефтепродукты и табак. Подешевели экскурсионные услуги. Неожиданно замороженные пенсионные накопления. Широко обсуждаемая тема недели. Решения принимаются одно за другим. И что об этом говорят на самом высоком уровне? Правительство обсуждают не конфискацию этих накоплений. Боже упаси. Нет. Они никуда не денутся. Как люди накопили, так и будут использовать. Более того, и система накопительная, пенсионная, не закрывается. Неофициальные достопримечательности Черногорска, о которых городские чиновники не знают или предпочитают не замечать. А население старается обходить стороной. Накануне в России отмечался День учителя. Одна из самых гуманных профессий в мире. Россияне в различных опросах называют ее вслед за врачами. В Хакасии более 5000 педагогических работников. А именно учителей 4333 человека. В этом году их ряды пополнили 86 молодых специалистов, которые впервые пришли в школу в качестве наставников, получив диплом с соответствующей квалификацией. Мы присоединяемся ко всем добрым пожеланиям в адрес учителей, которые уже были произнесены и еще прозвучат. К слову, в советское время этот профессиональный праздник отмечался в первое воскресенье октября. То есть пришелся бы как раз на сегодняшнюю дату. А начиная с 1994 года установлен единый день, 5 октября. Один из основных критериев хорошего учителя – мудрость, умение ясно и доходчиво изложить суть. Вот пример. Однажды ученик спросил учителя, долго ли ждать перемен к лучшему. Если ждать, ответил учитель, то долго. Уже вторую неделю события вокруг накопительной части трудовой пенсии меняются просто с калейдоскопической скоростью. Почти, как в известной песне, ежедневно меняется мода. Также практически каждый день поступала новая информация о том, какое решение принимается относительно накопительной части. Напомню, начиная с 2002 года работодатель перечисляет за сотрудника 22% от суммы его зарплаты в пенсионный фонд. Из них 6% идут на выплаты нынешним пенсионерам. Оставшиеся 16% делятся еще на 10 и 6. 10% – это страховая часть пенсии. В денежном эквиваленте она у каждого зависит от уровня зарплаты. И государство эту сумму ежегодно индексирует в соответствии с ростом средней заработной платы. За счет этого объем средств на индивидуальном счете гражданина увеличивается. Все коэффициенты и периоды индексации определяет российское правительство, ориентируясь на рост цен за прошедший период. Оставшиеся 6% – это накопительная часть. Ею население вправе распоряжаться самостоятельно. Обычно ее инвестируют в управляющие компании, которые приносят доход, либо в негосударственные пенсионные фонды. Доходность зависит от того, насколько успешно будут работать вышеперечисленные компании и фонды. Впрочем, можно эти 6% не размещать никуда, а оставить в пенсионном фонде. И тогда с этими деньгами будет работать государственная управляющая компания Внешэкономбанк. Так вот, сначала было заявлено, что населению отпущен срок до января 2014 года, чтобы определиться, что делать с накопительной частью. И вообще, можно было выбрать, передвигать все 6% или 2%. А на прошлой неделе объявили выбор такой – 6% или 0%. То есть, либо передвигаешь все, либо все оставляешь в пенсионном фонде. На прошлой неделе у нас было большое интервью на тему, как разумнее поступить с накопительной частью пенсии. У нас в гостях был управляющий Хакасским отделением пенсионного фонда Виктор Филонов. Уже в этот понедельник на федеральном уровне было заявлено, что на все действия с накопительной частью объявляется мораторий. По крайней мере, на один год 2014-й и все эти средства россиян пойдут в страховую часть. А суть инициативы в том, чтобы не запускать в систему новых денег, пока государством не будут отобраны и переаккредитованы по-настоящему надежные и прибыльные инвестиционные компании. Наиболее обсуждаемую тему недели – судьбу накопительных отчислений – прокомментировал Владимир Путин. По словам президента, от таких манипуляций никто не пострадает. Правительство обсуждает не конфискацию этих накоплений, боже упаси, нет. Они никуда не денутся, как люди накопили, так и будут использовать. Более того, и система накопительная, пенсионная, не закрывается, а как проект. Дело не в этом, а дело в том, что мы должны гарантировать вкладчиков в частные пенсионные фонды, вкладчиков денег, гарантировать их вложения, гарантировать их сохранность, надежность и эффективность использования. Вот три очень важных критерия. Я не хочу, чтобы в нашей стране появились вновь обманутые вкладчики, условно говоря, только на этот раз не в жилые дома, не в квартиры, а в пенсионные фонды. Должна быть сформирована система гарантирования, надежного гарантирования пенсионных вложений в накопительные частные фонды. Мне правительство обещало, что еще в начале года все это сделают. До сих пор работа не завершена. Пусть сделают эту работу. И уже на следующий день премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство обеспечит сохранность пенсионных накоплений граждан и защитит права пенсионеров. Кроме того, срок подумать, как поступить с накопительной частью пенсии, не будет ограничиваться 2013 годом. Предусматривается продлить до конца 2015 года право застрахованных граждан выбирать вариант своего пенсионного обеспечения, приняв решение о направлении на финансирование своей накопительной части пенсии, 6% индивидуальной части тарифа страхового взноса, ну или ничего не направлять, соответственно. Те граждане, которые промолчат, они, конечно, не потеряют поступившие в их пользу страховые взносы. Эти средства пополнят страховую часть их пенсии. Добавлю, что пока ни по одной из инициатив нет официальных документов. Пока следует полагать так, что на один год мораторий на 2014 год все же будет. Тем не менее, и в этот период, и год после него можно будет определиться, где разместить накопительную часть пенсии. Еще одна насущная проблема, которую на этой неделе комментировал президент, касается большинства регионов страны, и которая тоже, возможно, получит продолжение и подвинет ситуацию к порядку. И адресована она также была российскому правительству, а именно за ужесточение требований к мигрантам, высказался президент Владимир Путин. Он предложил Кабинету министров подумать, в каких видах деятельности можно обойтись без мигрантов. В пример он привел сферу торговли. Вот о чем бы я еще подумал и просил бы правительства, чтобы поработала над этим Государственная Дума, надо все-таки определиться с некоторыми видами деятельности для мигрантов. Но я же сказал, что с точки зрения экономических интересов страны, в некоторых отраслях там действительно трудно обойтись без рабочей силы со стороны. Но в отдельных направлениях вполне можно замещать это и местными гражданами, скажем, в торговле. Ну что так, что там трудно найти тех, кто из местных граждан работал бы в торговых точках, что ли? Да нет, наверное. На стройках, наверное, да. Надо прямо сказать. Тяжелая и пока не такая уж высокооплачиваемая моя работа. В некоторых других отраслях, да. Но надо разобраться с этими. Почти на правах мигрантов трудились на Сахалине наши сограждане. На этой неделе жители Хакасии, уезжавшие туда на заработки, начали возвращаться в республику. Им посулили зарплату. А когда пришло время расчета за выполненную работу, то выяснилось, что денег едва ли хватит даже на обратную дорогу. Об этом инциденте, скорее всего, никто бы и не узнал. Мало ли, кого в наше время обманывают зарплатой, мало ли нечистых на руку или даже криминальных управленцев и дельцов. Но нашим землякам удалось создать большой общественный резонанс. В дело вмешался уполномоченный по правам человека в Хакасии Александр Чистотин. И все, кто вернулся на этой неделе домой, первым делом пришли к нему на прием. Небольшая группа из восьми человек. Разговор продолжался около полутора часов. Сегодня одни из тех, кто вернулся домой, у нас в студии Ольга Хорошилова и Светлана Ищенко. Добрый день. Добрый день. Вот скажите, все ли, кто вернулся, получили полный расчет или еще остались какие-то долги? Мы уверены, более чем уверены, что расчет полный никто не получил. То есть обещана была одна сумма, получили совсем другую. И даже из той, которую руководство планировало нам выдать впоследствии, даже эту сумму получили не все. Потому что мы связываемся с людьми и много кто остался, скажем так... А какую сумму вам обещали, заплатили и за какой период работали? Так, ну, во-первых, мы работали три месяца, чуть больше, вернее, находились на Путине, чуть больше трех месяцев. И когда пришли в кадровое агентство, Татьяна Белова нам пообещала, что в этом году просто золотая Путина, это ее дословные слова, и обещала минимально от 150 до 200 тысяч. Женщина, которой вы сказали, это кто? Это Татьяна Белова, это руководитель кадрового агентства «Меридиан», то есть через которое мы попали именно на эту Путину. 200 тысяч обещали, а заплатили сколько вам? Светлана вам, Ольга вам? Мне чуть больше, 70. Когда вы устраивались здесь через агентство, вы устраивались через агентство, вот уже на этом этапе был какой-то обман или вот все произошло там? А изначально был обман уже, потому что как бы мы приезжали в агентство, я приезжала туда не раз, и они мне говорили то, что золотая Путина, зарплата от минус 150-200 тысяч, даже может мы зря эту сумму написали, скорее всего будете получать больше. То есть я так понимаю, что вас просто убеждали, что надо туда ехать? А в договоре какая сумма была, который официальный договор? 7600. 7600, ну то есть вы заранее себе подписывали. А чем они мотивировались, что вот вы будете получать не 7500, как они вас убедили, что не 7, вот это не указанную сумму, а большую? Какая гарантия была? Мы когда приехали, нам этот договор, во-первых, предоставили не сразу, а спустя там, я точно не знаю, где-то около недели. И когда задали саму собой разумеющийся вопрос, что почему такая сумма, он объяснил, что это связано с тем, чтобы не платить огромные налоги в казну. А вот какую там работу приходится выполнять? Говорят, что через руки одного рабочего проходит буквально там чуть ли не десятки тонн рыбы. То есть тяжелая работа. Так и есть. Через каждого, то есть это каждая рыбинка, каждый рабочий ее обрабатывает. То есть рыба идет по конвейеру, изначально ложится рыба, отсекается голова, дальше она раскладывается на конвейер и дальше идет обработка. И сколько часов в сутки? Ну, в общем-то работали мы круглосуточно, но была смена с 9 утра до 9 вечера и, соответственно, с 9 вечера до 9 утра. А почему туда идет работать местное население? Потому что, во-первых, местное население очень хорошо знает это предприятие. И они прям все, то есть мы общались с местным населением, то есть когда только приехали, еще не начиная работы, мы встречались, то есть это же люди, общение. Они все просто удивлялись и крутили пальцем у виска и говорили, вы куда приехали? Здесь обманывают, здесь не платят деньги, вас снова обманут. Мы не идем туда работать только потому, что это просто обман. Ну вот когда ситуация получила огласку в СМИ, да, то говорилось в том числе о том, что на Сахалине рыбную отрасль правит, ну, даже не то, что криминал, а то есть целая мафия. Вот есть у вас какие-то примеры, вот подтверждения этому? То есть вот конкретно доказательств именно официальных, такого, само собой, понимаете, что не будет. Но, тем не менее, приезжал к нам правозащитник с Хабаровска. Он и даже местное население говорит, что директор нашего завода и губернатор Сахалинской области женаты на родных сестрах. И постепенно все заводы на Сахалине, или практически все, постепенно пошли под руководство Хорошаева, это губернатор Сахалинской области. То есть он имеет доход именно чисто вот с этих рыбоперерабатывающих заводов. А вот, то есть там вот, у вас есть ощущение, что там повязаны все и промысловики, и переработчики, полиция, прокуратура, чиновники местные, судебная власть? Это не только ощущение, нам это в глаза говорили. Это нам в глаза говорили. То есть это говорили не то, чтобы вы куда суетесь и что такое, а нам в глаза говорили, что мэр, директора рыбоперерабатывающих заводов, прокуратура, они все друг друга покрывают и перекрывают. То есть жаловаться куда-либо бесполезно, да, я понимаю? Ну да. А вы пробовали обращаться куда-то? Что мы дело, что мы обратились и в местную прокуратуру, и в местный следственный отдел, и подняли средства массовой информации, и мэрия была в курсе. То есть нам приезжал заммэра Переверзев, вот не знаю имени отчества. А вот смотрите, улов все-таки на самом деле небольшой, то есть работодателю просто нечем было рассчитаться, или это не так? Я не знаю, как это так или не так. У них был запрос на Путину 5000 тонн. Сделали, получается, в два раза меньше. Но в сравнении с прошлым годом мы сделали в два раза больше. В прошлом году было 1100 тонн. И люди получили чуть больше зарплату ту, что нам заплатили. В этом году сделали в два раза больше, а получили столько же или меньше. Как вам удалось раскрутить ситуацию? Я слышал, что откликнулось вам помочь и осветить эту ситуацию. Только вот там много регионов работает, чуть ли не со всей страны. И откликнулось только Хакасия. То есть и уполномоченные по правам человека, и СМИ. Это так? Это так. Это абсолютно так. Потому что мы начинаем общаться, говорим, Хакасия за нас борется, Хакасия все знает о нас. Они постоянно звонят, у вас там все в порядке, вам не угрожают, вам есть что кушать, вам есть где ночевать. То есть другие регионы, ни Амурская область, ни Хабаровский край, ни Белгородская область, ни Еврейская. То есть они никакой информации не выдавали и не поддерживали своих сограждан. И они в таком же положении, да, как и вы? В точности в таком же. А что вы посоветуете, вот теперь уже имея такой опыт, что посоветуете тем, кто будет все-таки возможно устраиваться через кадровые агентства, тем более на работу вдали от родины? Что можно посоветовать, что в первую очередь, на что обратить внимание, чего избегать? Это не столько мой совет, сколько Александра Чистотина совет объяснил так, что ни одно уважающее себя кадровое агентство не будет взимать таких денег за предоставление сомнительных рабочих мест. Это во-первых. Во-вторых, если вы даже поедете туда, просто вот на Сахалин, вы просто представьте себе, что вам нужно собрать в первую очередь информацию об этом заводе. Зайдите в интернет, посмотрите, какие отзывы и отклики. Прежде чем ехать, неважно на какую, на рыбопереработку, либо на какие-то другие вахты Путины, пожалуйста, тысячу раз, чтобы люди подумали, подумали, стоит ли уезжать далеко от родины, где не будет никакой поддержки, где не будет никакого сочувствия, соучастия, надеяться только, приходится только на себя. Вы приехали и куда, где вы устроились? На заводе мы жили в общежитии. Ну, в общем, скажем так, мы просто терпели эти условия, потому что мы приехали зарабатывать. Да, мы терпели эти условия. В комнатах по 40 человек было. Вот такие условия. Питание тоже оставляло желать лучшего, но тем не менее, мы все это терпели за счет того, что мы думали, что мы получим очень хорошую зарплату. На встрече с Александром Ильичом Чистотиным, с уполномоченным по правам человека, что удалось ситуацию как-то прояснить, что будет дальше? Да, он нам объяснил, что, во-первых, мы подали заявление на кадровое агентство с просьбой проверить их деятельность и вернуть уплаченные нам деньги за то, что они нас ввели в заблуждение, не предоставив абсолютно достоверной информации о заводе и об условиях работы и, соответственно, о зарплате. Ну и дальше мы ждем решения прокуратуры города Аха, в которой мы подали заявление. И дальше уже будем, вот буквально седьмого числа должно поступить решение, и наша прокуратура связана с ними напрямую, то есть они нам предоставят полную информацию. А вас здесь ждал же кто-то, наверное, родные, близкие? Конечно, у нас семьи у всех. Семьи, дети, мужья, внуки, в общем-то, все ждали и все за нас переживали. Ольга, Светлана, спасибо вам большое и с благополучным вас возвращением на родину. Желаю добиться, ну если, допустим, не полной справедливости, то максимально возможно положительного результата, если это позволит существующее законодательство. Спасибо, что пришли к нам. У нас в студии были Ольга Хорошилова и Светлана Ищенко, одни из тех, кто вернулся на этой неделе с Сахалина, где работали на рыбоперерабатывающем предприятии и не получили обещанного расчета, и теперь вынуждены добиваться справедливости в местных инстанциях. На этой неделе в республике на разных уровнях власти решалась проблема, которая набирает остроту. Сжиженный газ в Хакасии будет или нет? Все чаще употребляется термин дегазификации уже подключенных к газоснабжению жилых домов. Вопрос стоит так, что будет, когда Хакасгаз перестанет обслуживать абонентов? Ситуация может стать без всякого преувеличения взрывоопасной. Оборудование изнашивается. А то, что единственная газораспределительная компания в республике будет ликвидирована, сомнений нет. Хакасгаз банкрот и распродает свое имущество. А ведь, по данным специалистов, почти шестая часть населения, 100 тысяч человек, пользуются газом в баллонах или снабжаются централизованно. Перебой с подачей газа первыми ощутили жители Черногорска. Здесь, в пяти многоэтажках, утро начинается с вопроса, а есть ли в централизованной системе газ, или все так же, как вчера, позавчера и неделю назад. Пока ничего обнадеживающего. Не шипит. Ну, не шипит. Когда газ идет, он шипит. Во дворах разобраны, поставлены на ремонт групповые газовые установки. Еще в 20-х числах сентября. Монтеры активно поработали два дня и больше их никто не видел. Обслуживает газгольдеры Хакасгаз. Здесь говорят, что некоторые детали ремонту уже не подлежат. Их надо менять, но их нет. Вот этого редуктора нет, нет предохранительного клапана. Они вышли из строя. Они до такой степени изнушены, что это 70-х годов выпуска. Вот они уже 40 с лишним лет проработали. Их просто на доме нет. Запчасти – это еще что, рассказывает главный инженер. А вот рабочих нет. Вот это проблема. Предприятие с апреля месяца банкрот. Персонал уходит. В службе уличных сетей должно быть 16 человек, а осталось только двое. А каждый дом необходимо осматривать раз в три дня. Ведь речь идет о безопасности. Если у вас остается два человека, то как они успевают? Они никак не успевают. Поэтому мы озабочены в этом состоянии. Потому что каким образом это все будет обслуживаться? Как будет поддерживаться безопасность? Ну сейчас она безопасность как бы поддерживается. Ну поддерживается. Насколько мы можем это все дело... О том, что положение дел весьма серьезно, можно судить по тексту предупредительного письма, отправленного в Ростехнадзор. Цитата. При бесконтрольной эксплуатации объектов газоснабжения возможны утечки газа и попадание его в инженерные сети теплотрасс, канализации подвальных помещений жилых домов, что может привести к негативным последствиям разрушительного характера. Реакция Ростехнадзора на это пока неизвестна. Вроде бы идут проверки. Но об их результатах руководитель управления Пахакасии Владимир Шафарост говорить отказался, сославшись в телефонном разговоре на то, что неуполномочен на комментарии. А когда съемочная группа все же приехала к управлению, поспешил уйти. А в республике почти 200 централизованно газифицированных многоэтажек. И больше половины из них в Абакане. Один из предполагаемых вариантов – отключить их от газа и перевести на электроснабжение, если кто-то возьмет на себя многомиллионные расходы. При переводе домов на электропечеприготовление сразу же меняется категория электроснабжения. Она из третьей превращается во вторую, которая требует прокладки второго резервного питания, питающего кабеля. Естественно, это влечет за собой проектные изыскательские все работы. Потребуется еще и реконструкция внутренней электрической проводки, поскольку она не была рассчитана для подключения электрических плит. Затраты здесь, конечно, будут огромные. Это многомиллионные затраты. В газифицированных домах 60-70-х годов постройки электропроводка не рассчитана на повышенное энергопотребление. В этом убедились в Черногорске, когда остались без газа и перешли на электроплиты. Когда все повключали, я думаю, господи боже мой, что это газа пахнет проводкой. Не у меня ли горит-то? Боюсь же, ведь пожар, не знаю что. Открыла дверь, вышла, смотрю, и там проводка пахнет. Вероятно, до конца года обанкротившийся Хакасгаз будет ликвидирован. Уже распродается основное имущество – производственная база в Абакане. С условием сохранения профильной деятельности. Но альтернативных организаций нет. На торги, прошедшие на этой неделе, не подано ни одной заявки. И даже если перевести газифицированные дома на электроснабжение, то еще остается потребление в баллонах. Примерно 50 тысяч абонентов. И какие специалисты к ним поедут и установят. А покупать где-то и подключать самостоятельно – рискованное дело. Баллон каждый, согласно всех инструкций, он должен четко на весах заполняться определенным количеством газа. Потому что должен быть определенный зазор воздушный на случай вот этих всех расширений. Это главное, основное нарушение. Каждый старается налить побольше. Тот, кто безответственно заправляет. Сегодня, да, есть такое, что на всех заправках почти газовых, да, спокойно сегодня заливают, заправляют, ну, без всяких весов, без всякого там освидетельствования и прочее. Специалистов газовой отрасли Хакасия – единственный регион в стране, где обанкротилось региональное газораспределительное предприятие. Во всех остальных субъектах эти организации работают и весьма успешно. Даже там, куда газ от поставщиков, например, из Сургута, транспортируют на гораздо большее расстояние, чем до нашей республики. На этой неделе удивила администрация Черногорска. Городские чиновники не ведали, что у них под боком в самом центре города рассадник заразы. Среди жилых домов организована стихийная свалка бытовых отходов, которая, по словам местных жителей, функционирует уже не один год. Похоже, и теперь, когда информация дошла и до верха, никаких мер принято не будет, поскольку нужны официальные жалобы. Без бумажки, выяснил Константин Кравцов, дело с места не сдвинется. Казалось бы, обычный недострой прямо в центре Черногорска на космонавтов 18, но такого нет больше нигде в Хакасии. Куча мусора вокруг, буквально ступить негде. Очевидно, под этой лестницей живут бездомные, судя по вещам. Ну, а что внутри? Видимо, вот эта надпись над проемом говорит, что же там. Кучи, кучи самого разного хлама. И оконная рама, и целая масса пластиковых бутылок, и еще, еще много всего разного. Сколько же грузовиков потребуется, чтобы все это вывезти отсюда? На втором этаже атмосфера не лучше, несмотря на то, что вроде как и мусора здесь поменьше. Судя по запаху, здесь общественный туалет. Признаться честно, даже режет глаза. От смрадного соседа сильнее остальных страдают жители этой пятиэтажки. Люди говорят, жизнь в квартирах уже полтора десятка лет. Похоже на тихий ужас. То крысы бегают, то свора собак, то еще что. Уполняющая антисанитария. А вот летом как запах пошел? Вот такие вот комары? Сорокамошки. Мошки. Все лезут в подвал, в квартиру. Летом все разлагается. Это используется как туалет и пристанище наркоманов. Это буквально. То есть, ну невозможно совершенно. Я считаю, что вот вплоть до того, что мысли появляются, не поменять ли квартиру. К слову, ждать долго местных обитателей не пришлось. Веселая компания мужчин с огромным сосудом пенного напитка пришла на пикник. Вообще, если мы вместе, мы же не будем пить. А это как бы заброшенная стройка. Потихоньку выпьем, да уйдет. По словам горожан, заброшенную стройку в свалку превратили торговцы соседнего рынка. То и дело выносят сюда мусор. При этом на жалобы и просьбы людей навести порядок местные власти не реагируют. Территория частная и коммунальщики делать уборку здесь не имеют права. Сколько лет живем и постоянно это такое раздельдяйство. Куда они писали, куда ничего, никому ничего дела нет. Отписка и все. Парадокс, но чиновники администрации, похоже, и не в курсе того, что творится практически у них под носом. Якобы никаких жалоб от горожан сюда не поступало. Кстати, наказание собственнику недостроя смешное. Штраф до тысячи рублей. Гражданам, во-первых, нужно обратиться в администрацию, 120 кабинет, в административную комиссию. Написать заявление, и там уже административная комиссия разберется. То есть комиссия исключительно по заявлениям работает? Там не первый год эта свалка уже копится? Ну, раньше никто из граждан не обращался, жалоб не поступало. Так или иначе, сегодня свалка цветет и пахнет. Но даже если ее собственник получит штраф, не факт, что тут же ликвидируют. Куда в этом случае смотрят другие структуры, например, экологи и потребнадзор? Вопрос открытый. Константин Кравцов, Антон Новожилов, Вести Хакасия, События недели. Стойкую тенденцию роста сохраняют цены на различные товары и услуги. В среднем вроде бы ненамного. За сентябрь по сравнению с августом на 0,6%. Но самые ходовые и востребованные увеличились в цене значительно. В основном это касается сельхозпродукции. Например, яйца подорожали почти на 11%. Масло сливочное на 6 с лишним. Огурцы свежие без малого на 5. Сыр на 2,5%. Сметана на 2. Баранина и молоко на 1,5%. Стала дороже рыба на 1% и водка на 1,7%. Это статистические данные, которые предоставил Хакасстат. Одновременно снизились цены на картофель сразу на 35%. В лидерах по снижению тоже в основном сельхозпродукция. На муку почти на 3% и на крупы на некоторые их виды. Выросли в цене и платные услуги. Бытовые и даже жилищно-коммунальные по-прежнему продолжают дорожать. Зато снизились экскурсионные на 10% и санаторно-оздоровительные сразу на 15%. Впрочем, ими пользуется не столь большая часть населения. Ну а среди непродовольственных товаров лидер по увеличению цены за месяц табачные изделия 5%. Бензин самый ходовой 92-й почти на 4%. Следом идут персональные компьютеры с показателем 2,7%. В целом за 9 месяцев цены на товары и услуги в среднем выросли на 4%. Кстати, ценники на автозаправочных станциях резко рванули вверх сразу после единого дня голосования. Тот же 92-й уже перешагнул отметку в 29 рублей. Еще на прошлой неделе мы сделали запрос в одну из крупнейших нефтяных компаний насчет причины удорожания и какой прогноз хотя бы до конца этого года. И вот получили ответ. Вопросы в проработке. Сейчас они направлены в каких-то два соответствующих департамента. И оттуда должна прийти информация, возможен ли ответ на поставленные вопросы. Это новая, как нам объяснили, форма общения с журналистами. Вероятно, было бы полезно применить такую же форму обратной связи, когда чиновники хотят выйти на контакт, чтобы они сами смогли сполна ощутить, как она работает и какой дает результат. Как говорится, ничто так не убеждает, как личный опыт.